Цены на дары леса в этом году очень разнятся. Даже в соседних муниципалитетах стоимость литра той же черники может отличаться в два раза. В этом сезонном бизнесе правила диктуют сельчане и, конечно, лес. Белые грибы в этом году, например, пошли поздно, поэтому пока цены на них кусаются. Виктория Палкина изучила лесную экономику. Белые лисички черника. Ассортимент в этой торговой точке на трассе Септовкар-Ухта небольшой, зато ходовой, говорит продавец. За литр лесной ягоды он просит 100 рублей. По сравнению с летом прошлого года цены не изменились. Хотя, каким в итоге будет урожай 2016, Евгений Сидяков сказать не может. Дары леса в этом году ведут себя уж очень непредсказуемо. Ну, для черники более-менее. Брусника будет в этом году. Ну, белые только начались. Галина Скоромник только на продаже черники с середины июля заработала 18 тысяч рублей. Для жительницы Усть-Вымского района это очень неплохое подспорье. Правда, она, в отличие от своего Княжпогодского, коллеги за ягоды просит уже 150 рублей. Именно так пенсионерка оценивает свой труд. И торг здесь неуместен. Очень тяжелый труд. Все-таки и жарко, и вообще очень тяжело ходить в лес. Это надо любить. Больше кто любит это. Мы, например, любим в лесу походить. В столице Коми можно найти и вовсе золотую чернику. Стоимость литра доходит до 200 рублей. Но здесь, в отличие от дорожной торговли, действуют иные правила. Конкуренция большая. Поэтому с продавцами можно договориться. Анастасия Селиверстова уверена. На ягодах в Скотовкаре много не заработаешь. Другое дело – грибы. В день она продает по несколько ведер лисичек. По 100 рублей каждая. Правда, рабочий график летом получается ненормированный. По словам скотовкарских любителей, тихой охоты с ягодами в соседних лесах проблем нет. А вот жители Сыктывдинского района сетуют. Их черника не вынесло жаркого лета. Белые грибы пока ждут своего часа. Им нужен дождь. Хорошие осадки, по словам знатоков, еще могут сделать это лето рекордным по урожаю дикоросов. Виктория Палкина, Олег Юшков, Павел Юлин Мин, телеканал Юрген.